Всем привет, мои хорошие! Я сегодня хочу снять видео о покупках в магазине светофор. Мы недавно открыли для себя светофор. Там есть очень хорошие продукты и достаточно бюджетные. Сейчас покажу, что берем. Вот такой чек я вам сразу показала, чтобы кому интересно посмотрели цены. Ну, поехали. Итак, мы взяли яйца. Да, это вторая категория, но тем не менее здесь 30 штук, а стоили яйца 156 рублей. Мне показалось, что это очень выгодная цена. Взяла зубные щетки. Вот такие. Вот попробуем. В чеке, я не помню, 4 рублей то ли 25, то ли 28. 5 штук. Разные цвета для всей семьи. Соответственно, здесь вот на даче, я думаю, будет самое то. Дочке взяли кедики. Были такие кедики в разных цветах. Были такие еще розовые, были, по-моему, голубенькие, серенькие. Вот с такой формы были. Были здесь еще с, ну, такими, как для шнуровочки. Но очень стильно, на самом деле, с джинсиками. Да, и вот здесь вот гулять, мне кажется, самое то. Так, что там у нас внутри? Внутри, кстати, стелька. Слушайте, очень хорошая стелька хэбэшка. Вот эта сама часть тоже такая хэбэшка приятная. Так, и еще что не из продуктового. Это вот такая белизна. Я ее, кстати, беру уже второй раз. Она идет без хлора. Подходит также для цветного белья. И для белого, и для цветного. Вот так называется пятновыводитель плюс отбеливатель. Мне нравится. Я добавляю по несколько ложечек при стирке. Можно просто замачивать. Можно, соответственно, в машину автомат я стираю. Вот. Вот тут вам показала. Так, вот что я еще купила. Не из продуктов. Я взяла марлю. Мне нужна, знаете что, проутюжница. И, кстати, Ивановская область Кинишма. Очень много светофорий ивановской продукции. Там и классная сметана есть. Она стоит 92 рубля литр. И у нее срок годности 14 суток. Просто сегодня та, которая была, она... Мы всегда ее там берем. Но, получается, там она, по-моему, от 20 мая. Сегодня 29-я. Поэтому я подумала, что, ну, мы не съедим так быстро литр. Но, когда она свежая, мы всегда берем. Еще в светофоре очень хорошая творожная масса с изюмом. В меру сладкая и очень хороший творог. Так, это я взяла для хозяйственных нужд. Марлечка. В чеке там вам все было, должно было быть видно. Вот такие хлебцы. Которые называются тонкая талия с укропом и луком. Но пусть вас не пугает. Пахнут они вкусно, соответственно. И очень-очень вкусные. Они такие... Я вам сейчас покажу их в такую текстуру. Да, у меня... Я взяла одни себе, одни коллеги. Она попробовала, говорит, Таня, я не могу. Я только о них и думаю, об этих хлебцах. Очень вкусно. Сейчас вам составчик покажу. Очень вкусно. Просто с сыром. Короче, 14 рублей упаковка. И вот такое большое количество печенюшек. 165 грамм. Наподобие, знаете, что-то галетов, хлебцов. Ну, в общем, кто любит такое. Так, йогурты я взяла. Я посчитала. По-моему, они были 76 рублей. Так, это био-йогурт. Слобода десертный. Какой вкус у него. Посмотрим. По-моему, они были по 76 рублей. Вот эта упаковка. Я так посчитала, что около 20 рублей штучка. Вполне тоже хорошая цена на завтрак детям. И к завтраку детям я еще взяла вот такие вот кукурузные хлопья. Большая пачка такая тут. Сейчас посмотрим, какой объем. 500 грамм. Так. Где тут состав? Состав кукуруза, вода, сахар, соль. Как бы состав чистого продукта. На вид хорошенький. Дети мне любят молоко. Можно с йогуртом. Вот такая большая пачка. Так, что еще? К обеду я взяла корейку. Вот такую традиционную. На вид тоже она симпатичная. Сейчас порежем. У нас рассольничек на обед. Так что, я думаю, будет вкусно. Что еще? Кукуруза белгородская. Вот такая вот сахарная. Белгородские овощи. Жаль, к сожалению, не было горошка. Мы бы еще горошек прикупили. То ли 35, то ли 38. Красивый цветок. Для гарниров. Для гарниров полезная кухня. В общем, мне нравится то, что это Белгород. Вообще, Белгород прекрасный. Город красивый. И там сколько мы проезжали через Белгород. Там такие и поля. В общем, ну красота. Там есть производство. Поэтому я верю, что это хорошая кукуруза. Всем белгородцам большой привет. Красивый у вас город. И очень вкусное молоко от Белгородского. В общем, я как-то, знаете, с доверием отношусь к этой продукции. И цена была очень хорошая. Так что я взяла, по-моему, даже две. Где вторая банка? А, вот она. Две баночки, да, мы взяли. Просто тащить было тяжело. Так бы я бы еще взяла. В принципе, стоять себе в закромах. И стоять сейчас, знаете, в салатики добавлять. К рису добавлять. Сыр. Вот несколько кусочков. Я взяла получше такой вот телезирчик. И то, посмотрите, какая у него приятная цена. Здесь 312 рублей. Он идет. А-а-а! Я уже испугалась. Думала, вот это вот Медаже. А у нас это БЗМЖ вообще-то. Вот он идет, там позиционируется как БЗМЖ. Ну, в общем, 312. А ну-ка я проверю. Везде я проверила правильно. БЗМЖ. Вот. И вот такой еще сыр. Брасовские сыры. По 312 килограмм 207. Это я взяла для макарон, знаете, детям делать. Так. Проверяем. А то... Вот который без заменителя молочного жира. Телезир. Это также по 312. В общем, сыра там много. Цены хорошие. Этот на бутерброды. Вот этот, который попроще я взяла детям. Просто, знаете, там макароны. Либо запекать что-то. Хорошо. В общем, сейчас уберем. Я, кстати, и вот кладу в морозилку сыр. Если мы его не съедаем. Потом, когда нужно, достаю. Соответственно, один пойдет просто в холодильник, что-то в морозилку. Вот эти один в холодильник, один в холодильник. И остальное в морозилку. Так. Вот такое печенье большое берем. Это печенье называется Балаковский кондитер. Печенье затяжное Мария. Килограмм. Там 60 с чем-то рублей. Соответственно, муж берет на работу. Я беру на работу и дома. Очень вкусное печенье. Оно такое, знаете, свежее, мягкое, вкусное. Прям не нам нравится. В общем, вкусно с чаем. Так. Взяли кетчуп. Русский Балтимор. Он идет с луком и чесноком. Несколько видов там есть. Так. И сюда переходим. Что здесь у нас? Вот такие шампиньоны. Смотрите, какой большой объем. 870. Короче, 125 рублей килограмм. Пакет огромный, пакет шампиньонов. Вышел 109. Можно жарить. Можно с макаронами. Можно тушить. Знаете, как я вкусно делаю? Кубиками режу морковочку. Лучок обжарила. Туда же так же кубиками три бочки. Потушила немножко соевого соуса, приправ. И получается просто замечательно. Либо, знаете, крупненько вот так. Ну, чисто, да, чтобы форму грибочка поджарила. Немножко курочки. Можно сливок. И смешивайте с макаронами. Вот такой простой рецепт. Простая идея, чего приготовить. Можно, кстати, ленивые макароны. Все обжарили. Туда вот кидаете прямо макарошки. Заливаете сливками с водой. И получается, ну, и прямо они готовятся уже в этих сливках. Кстати, можно будет, наверное, попробовать вот с такой домашней лапшой яичной. Посмотрите, 700 грамм. Большая пачка. Сейчас я вам покажу состав. Я смотрела состав. Меня он удовлетворил. Здесь мука из пирожных от пшеницы для макаронных изделий. И яйцо куриное. И вода. Вот. Я взяла, хоть и первый раз беру. Но так на вид она мне понравилась. У меня дети любят всякие макарошки. В принципе, можно в суп добавлять, да. И я взяла сразу две пачки. Так. Вроде все вам показала. Опять же, вот можно и сыр сюда, либо с кетчупом. Все, все на любой вкус. Так. Все вам показала, рассказала. Такое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, что информация была полезной. А, кстати, девочки-мальчики. Я вам чипсы-то не показала мясные. Вот. Еще закрыла их хлебцами. Вот уже который раз ходила вокруг них. Смотри, люди берут. Даже на прилавке очень мало осталось их. Вот. Сегодня выходной. Может, пивасику там. Короче, попробуем. Сейчас вот за обедом откроем. Ну, цена в чеке. Я вам чек показала. Не помню. Как бы тоже меня цена устроила. Так что еще взяли. Там у них вкусные такие длинненькие колбаски. Знаете, вот. Типа по типу охотничек бывает. Очень вкусный бекон можно взять. В рыбном там отделе, где икра моевая вкусная. Такие вот коктейли из морских продуктов. Например, армидии, кальмарчики. Вот такие вот в баночках. Риет. То есть там горбуша, морковочка. Такой сливочный соус, например, на хлебушек. Да, с маслицем тоже. По утру какой-нибудь бутербродик или перекус. В общем, вот так вот. Вот такие были покупки в Светофоре. Мы любим этот магазин. Открыли нам. Рассказала родственница. Показала, что она там берет. И все. Мы теперь ряд продуктов покупаем только там. Потому что очень выгодно и вкусно. Все. До новых видео встреч. Желаю вам всего доброго, хорошего. Пока-пока.